А у нас в квартире газ, а у вас. Строчки из известного стихотворения Сергея Михалкова теперь самые цитируемые в двух домах жители деревни Большое Буяново-Шумашинского района. А все потому, что до них дошло голубое топливо. Шутка ли, все сельчане уже лет 20, как пользуются благами цивилизации, а две семьи до сегодняшнего дня по старинке топили печки. Почему так произошло? Вместе с сенатором Российской Федерации Николаем Владимировым выясняла наша съемочная группа. Когда что-нибудь дома происходит, печку затопишь, на огонь посмотришь и успокоишься. Теперь на жену посмотрю и успокоюсь. Конечно, шутит хозяин дома Геннадий Поляков. Теперь вопрос заготовки дров и раннего подъема, чтобы растопить печь, отпал сам собой. Больше двух десятков лет назад Поляковым вместе с еще одной семьей, можно сказать, не повезло. Газовые трубы до них почему-то не дотянули. По сути, четыре сотни метров отделили людей от благ цивилизации. Самим проложить сети было бы накладно, а тут вовремя подоспела федеральная программа дегасификации. В Чувашии она работает второй год. Шамашинский район является одним из активных участников программы дегасификации. Была подана всего 51 заявка, из которых 49 заявок на границ участков уже реализованы. И 40 нашим новым абонентам газ подан. В нашей региональной общественной приемной партии «Одина Россия» в Чувашской республике также продолжает работать консультативный центр. Мы консультируем граждан, как подать заявку, какой пакет документов собрать, куда обратиться. По программе дегасификации сети прокладывают до земельного участка владельца дома. А дальше он уже сам докупает нужное оборудование, котлы, счетчики. В среднем сельчане тратят на это 100-120 тысяч рублей. Часть расходов готова компенсировать государство до 40 тысяч рублей. Некоторым категориям граждан. Инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов. Это многодетные семьи, малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане. Сенатор Николай Владимиров провел в райцентре и прием граждан. Многодетная мама Марина Васильева обеспокоена тем, что сын-второклассник во время уроков вынужден сидеть в куртке. Так холодно в кабинетах школы села Шамурши. В прошлом году здание капитально отремонтировали, но, по словам женщины, после работы строителей в классах стало даже прохладнее, чем было до ремонта. Даже тепловая пушка не спасает. Кстати, замерзающими школьниками уже заинтересовалась районная прокуратура. В Батревском районе жители тоже переживают, в каких условиях учатся их дети. В Чувашских ишаках учебное заведение деревянное и уже морально устарело. В планах власти отдать подначальную школу детский садик. Проектно-сметная документация готова, экспертизу прошла. Только откуда брать деньги на реконструкцию не знают. Дети рождаются, каждый год по 3-4 ребенка. Но другие населенные пункты возить очень далеко расположены. И так сейчас свою школу возим 15 километров. Эту проблему в долгий ящик откладывать нельзя, резюмировал сенатор Николай Владимиров. Местным властям, по его мнению, нужно постараться подобрать программу, по которой можно было бы садик преобразовать в школу.